Кто поедет на Славянский базар? В городском центре культуры пройшел областный отборочный тур, по выниках которого пять самых талиновитых и звонкоголосых юных и дорослых спеваков региона трапят на республиканский этап. Некому выпаде гонор представить Гомельщину на международных конкурсах в Витебске. Марина Северьянова познайомилась с выканавцами. У фаеда своего выхода рыхтуется маленькая Олеся. Неверогодно пригожая сукенка, вытонченные туфельки на абсасах. Усё готово до выступления. Засталося справиться с хвалюванием. Немножко волнуюсь, но весёлое, позитивное. А о чём ты мечтаешь? Что касается музыки? Где-то выступить на какой-то сцене, в какой-то стране. Чего бы ты хотела? Я очень хотела бы выступить на каком-то Евровидении. Мы дочекались выхода Олеси на сцену и с задовольнением аплодировали её выполнением. Девчонка, до речи, спевает полову своего життя. Четыре с восьми годов. За несприяльной эпидситуацией глядачу в зале не было. Только журы и батьки. Детям же перед выходом на сцену и после выступления опрацовывали руки антисептиком, а на микрофонах были одноразовые чахлы. Кожный выканавца представляют для журы по две композиции. Со сцены Центра культуры яны гучали на разных мовах – русской, белорусской, английской. Оценивали вокал суперпрофессионалы. Проставники Министерства культуры и мастацкий керавник ансамбля «Песняры» Роман Козыров. Очень понравилась делегация из Рогачева. Буквально в полном составе они могут уже с первых нот участвовать от Гомельской области. Поэтому я их поздравляю. Очень крепкая делегация приехала в этом году. Очень высокий уровень. Всех остальных будем смотреть в процессе. Так что по итогу будем уже рассказывать. У сего журы познайомилась с вокальными сдольностями из выше 30 конкурсантов в Гомельской области. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадио «Компания Гомель».